Всем привет, друзья! С вами DeadNL, и да, это снова не Холдик, так как он пока что всё ещё у родственников, не может записать новую игрушку от Supercell для вас, но уже скоро совсем он вернётся, поэтому не отчаивайся, и, конечно же, мы приступаем к этому видеоролю. Короче, чуваки, в чём суть данного видоса? В этом видосе я расскажу некоторые свои фишки, поведаю тебе вообще в целом об этой игре немножечко подробнее, так как я уже более суток в неё играю. Скажешь, не так много, но, тем не менее, за этот небольшой промежуток времени я успел войти в топ мира. Да, с донатом, но, тем не менее, вообще без скилла я бы не смог войти, это точно, потому что играл я не мега много, у меня большинство звёзд, на самом деле, из Defensa идут, вот если честно, быть, как ты видишь, их 850, а так моих 700, то есть более половины кубков у меня именно с защиты. Давай с тобой для начала откроем, короче, сундучок за наш деф, соответственно, заберём звёзды, возможно, что-нибудь сейчас выпадет прямо на видосик Ване, и нет, к сожалению, ничего такого прям мега годного не выпало, ну ладно, не страшно. В общем, чуваки, во-первых, я тебе скажу про ссылку в описании на мой канал, там я подробно, скоро там выйдет видосик, с вебкой, кстати, будет, да, там увидишь мою внешность. Там по Бравл Старсу мега годный видос, и вечером мега годный видос по Рашварс будет. В чём же заключается в угодности, я там расскажу подробно о четырёх своих стратегиях атаки, как атаковать, чем вообще, чем я атакую, чем сражаюсь. В общем, переходи по ссылке, обязательно смотри, зацени чек и поставь лайк. В общем, поехали. Для начала я тебе скажу, что не делай, как я, не качай всё подряд, посмотри, сколько у меня апгрейдов доступных, потому что я качаю всё подряд. Это, естественно, логично, и с самого начала игры береги золото. Поначалу, казалось бы, всё дешёво, и можно его направо-налево тратить, но я тебе, на самом деле, не советую. Также я тебе советую, на самом деле, на деф ставить лазеров, это главная, наверное, фишка, потому что лазеры это дикая имбища, и на дефе они просто пушечные. Также на дефе мне нравится хотя бы один ракетчик чисто для сплэша, щиты чисто прикрывают, вот эти щиты прикрывают наших лазеров, чтобы лазеры быстро не умерли. Ну и турель я поставил, соответственно, можно вместо него какую-нибудь морду для сплэша, но я решил именно вот эту, типа, турель, она что-то вроде арбалета. В общем, вот такой деф я тебе советую, если у тебя, мало ли, такая база выпала. Мне кажется, довольно неплохой, можем, опять же, заценить по звёздам, плюс три, плюс две, то есть, ну, в целом, смотри, в основном три-две звезды, то есть, меня мало кто сносит даже на одну, но, тем не менее, даже на две, вернее, хотел сказать, я, но, вот, видишь, иногда всё-таки бывает, что даже на трёшечку сносит, но это, опять же, не так сильно страшно. В общем, по поводу атаки, что я тебе хотел сказать. Моя любимая страта, знаешь, какая вообще дикая имба. Берём, конечно же, рейдж, берём вот этих две девочки питчеров, потом шилдсов, берём, короче, щиты и хотшоты. В общем, вот такая у меня стратегия, запоминай. Она, если честно, не особо действует без командира, но, опять же, на своём канале рассказывал я тактики и без командира, и с командиром, поэтому они подходят под всех, и там, там также говорил тебе своё отношение к вот этой пукалке-стрелялке, и, соответственно, к этой машине, и, соответственно, к хилке тоже, и так далее. В общем, зацени. Короче, погнали с тобой в атаку, покажу тебе, как действует данная стратегия, конечно же, она моя любимая, и как ей стоит играть, по крайней мере, моё мнение. Тут у нас, блин, очень дикая прокачка, у него девятая, всё. И третий лазер, это мощно, у меня они пока что вторые, только-только их качнуло, а у него уже третий, да он гонит. Ладно, ищем дальше, короче, соперника, тут он довольно-таки быстрый, моментальный, но бывают какие-то затупы, на самом деле. Вот сейчас, вот где соперник, а? Где база соперников, чуваки? Непонятно. Давай, найди нам, пожалуйста, поскорее. У меня такое чувство бывает в такий момент, как будто меня инет лагает, на самом деле, в этот момент, но нет. Вот тут уже база пореальнее, в общем, смотри. У него, получается, стоит лазер в центре, куда бы мы ни пошли, он всё равно заагрится, поэтому предлагаю идти на сильную, соответственно, сторону. Хотя, давай с тобой поступим по-другому, мы пойдём на более незащищённую сторону, так как там мортира не заагрится на нас. Смотри, ставим немножечко ближе нашего командира к центру, почему? Чтобы он сразу начал лупить, соответственно, нашего лазера. Ставим теперь вот так вот, и, соответственно, вот так вот, чтобы лазер именно бил в щитов. Сейчас увидишь, как это сработает. В общем, главное понимать механику игры. Также по другому флангу атакуем именно такой же стратой, но, опять же, без королевы. И так как лазер там вряд ли загорится, соответственно, мы немножко подальше их поставим. Вот, примерно, вот, как-то, как-то, думаю, вот так вот поставим. Поехали! Не забывай, конечно же, если мало ли у тебя есть командир про его способности, мало ли не знал. И применяем уже, да, лазер всё верно загорелся наверх. Это супер. Конечно же, рейджуем, когда только начинают наши войска подыхать. Минус лазер, смотри, смотри, просто минус весь деф почти. Осталась только лишь одна мортира, но, опять же-таки, у нас ещё дофига войск, у нас королева со способностью, и всё. Это тупо изи-трёшку, чуваки. Я говорю по двум флагам, это на самом деле прикольно, потому что, когда у чуваков стоит мортира, она не лупит сразу по всем твоим войскам. И, соответственно, у тебя вообще на изи есть шанс победить. Открываем редкий-редкий бокс. Обязательно заряди лайкосом и подпиской на этот канал. Ну и, конечно же, смотрим, что оно выпадет. Возможно, что-то годное. Возможно, командир новый. Либо прокачаю старого, и... нет, выпадают хотшоты. Это, конечно, неплохо, эпичеры и хотшоты, но в малых количествах. Это реально мало. Ладно, чуваки, гоним дальше. В общем, опять же-таки, мне очень нравится Горилла. Горилла, на самом деле, довольно прикольная. И сейчас тебе ещё одну тактику покажу, покажу атаки, которую... Которой, вернее, не было на моём канале. Но это уже после Гориллы. Короче, поехали. Берём почти такую же стратегию. И сейчас расскажу тебе её минусы. Опять же-таки, вполне нелогичное. Сейчас увидишь, как только нам найдётся соперник. Мы просто берём Гориллу вместо двух, соответственно, этих щитов. Так, смотрим. Уф, мощный, чувак. Восьмая Мартира, девятое... девятое арбалет, девятая турель. Это слишком жёстко, чуваки, потому что, ну... У меня не настолько дикая прокачка, я не настолько донатер, как они. Я, конечно, донатил, но, блин, не целая шест... Пятая Горилла, десятые щиты, дядька, ты серьёзно? Не, чуваки, конечно же, вы подбираете лучше соперников. Пару лишних монет потратьте, но зато найдите годного соперника. Если у вас особенно командир, чтобы постоянно он не был во сне, так скажем. О! Нормальная такая база, Old Mine Gamers. Кстати, русский клан, походу. Атакуем мы с более сильной стороны. Я думаю, что... Блин, даже хрен за такая более сильная. Он примерно равно распределил. Давай будем атаковать по этой стороне. Минус как раз-таки Гориллы, что мы будем атаковать по одной стороне. Но, опять же, ещё один минус этой атаки, что когда лазеры, этой стратой вообще почти невозможно атаковать. Иначе ты проиграешь. Короче, вот так вот примерно расставляем войска. Дробовики поближе. Горилла максимально близко, так как она медленная. Чтобы её не обгоняли максимально близко, ставим. В общем, дробовиков на капельку дальше, на клеточку. И ещё на две клеточки, соответственно, наших питчеров и нашего командира. Поехали. Этой стратой, кстати, можно и без командира играть. Поэтому эта страта, думаю, для недонатеров. Поехали. Лупим, короче. И ускоряем, конечно же, Гориллу. Горилла дикий дамаг. Блин, наши дробовики сдохли. Мы, возможно, здесь сольём, кстати. Вполне себе вероятно. Но страта довольно годная. Давайте, чуваки, тащите. Нет, чуваки, это одна звезда. Я плохо сейчас отыграл. Нужно было всё-таки идти снизу и замочить для начала Морту. Опять же, я говорю, что здесь, если бы мы играли с щитами... Кстати, плюс три звезды, деп годный. Если бы мы играли с щитами, мы бы затащили. Поэтому та страта мне гораздо больше нравится. Ну ладно. Поехали с тобой ещё. Одной стратегии. Я, честно, в ней не особо уверен. Сейчас я расскажу тебе, чё почём. В общем, есть у меня одно предположение насчёт кое-чего. В общем, берём шесть этих дядек. Я не знаю, сейчас мы вообще сможем кого-то затащить или нет. Но, понимаешь, в чём прикол? Нужен командир другой. Поэтому попробуем этим командиром. Не знаю, это очень, на самом деле, рискованно. Хильмова, конечно же, для видосика не жалко, для контента для вас, ребята. Ну, поехали. Командир нужен другой. И это реально, наверное, одна из самых имбовых стратегий в ближайшее время. Меня ей на трёшку сносили. Посмотрим, короче. Ну, кстати, против этой старты лазеры очень годно действуют. Прям отмен, прям, муа, конфетка. Так, поехали. Searching for gold mines. Давай, господи, как же долго ищет. Вот это реально бесяло. Да-а-ай. Ну, Searching for gold mines. Вот эта надпись. Тысяча лет. Это как лупа крутилась в Clash of Clans. А тут вертолёт, это его лопасти. Крутится-крутится, смотришь на них, можешь бореть бесконечно. Вот тут как раз-таки лазеры, чуваки. Нам тупо везёт на лазеры. Но я говорю, сейчас на дефе у многих лазеры, потому что они сейчас имбовые. Вот тут я их не вижу. Но тут седьмая мортира, четвёртый, вот этот урель и восьмой арбалет. Ну, такое. Тут очень много сплэша, и поэтому вряд ли мы затащим. Но попытка не пытка, почему бы нет. База не такая, на самом деле, сильная. У него, на самом деле, реально много сплэша. Я, наверное, сейчас дрянь делаю. Почему? Потому что... Потому что у него, соответственно... Давай я сейчас знаешь, как с тобой поступим. Вторым темпом будем идти. Сначала вот этих высадим. И посмотрим, что будет. Короче, смотри. У него три, получается, базуки. И одна мортира шестого. Базуки третий. В общем, ладно. Посмотрим. Не будем ничего гадать. И сейчас вторым вот так вот темпом пойдём, соответственно, этими бойцами. Так. Так, сейчас будем хилить, соответственно. И сразу хил раскидываем, чтобы нас не загасили. Посмотрим, насколько эта страта тащит. Хил, на самом деле, фигня. Ничего такая. Но, опять же, с этим командиром хрен знает, затащим ли. Серьёзно? У него столько сплэша, и мы затащили? Камон, чуваки. Но это, значит, всё-таки не такая-то и плохая стратегия, согласись. В общем, примерно равный сопернику. Хотя по звёздам не особо. Но по прокачке ничего. У него такая прокачка. Мы побеждаем. Выдают нам за это бокс. Может быть, с него что-то выпали. Давай, легендарку. Кстати, Шилдз, это хорошо. Блин. Вот это вот здание дефа, Плюмбер Холл. Это фигня, на самом деле. Мне она не особо нравится. В общем, чуваки, вот такие вот фишечки. Если хочешь, чтобы я тебе ещё что-нибудь поведал и рассказал, обязательно пиши в комментариях, ставь лайк и подписывайся на мой канал, на канал Вани. В общем, возможно, уже, скорее всего, даже, в следующей видосик Парашварц будет перейти он. Но, если что, я всё равно передам какие-нибудь свои фишечки. Ну, или, если хочешь отслеживать их 100%, то переходи на мой канал. В общем, чувачки, вот такой вот видосик получился. Я постарался всё рассказать. И ещё одну фишечку, короче, расскажу тебе. В общем, есть вот такая шняга. Тут ты выбираешь здание дефа дополнительное. Например, я выбираю вот это вот слева чувака в коробке. Соответственно, стартуй. И когда клан надонатит их 10 штук, соответственно, смотри, мы заходим в нашу дефендинговую базу. И, соответственно, ставим бонус. Сейчас у нас бонусом является Тесла. Я могу бесплатно на халяву поставить Теслу, абсолютно бесплатно. Но у меня стоит уже вот этот чебурек, потому что мне он больше нравится. Соответственно, это не занимает места. И это годная фишка, согласись. В общем, кто не знал, мало ли, юзайте. Да, это прикольная фишка. Ладно, чуваки, всем огромное, конечно же, спасибо за просмотр. Я реально надеюсь, что Rush Wars вам нравится. Что вы будете его смотреть с удовольствием и вам понравился данный видосик. Всем, конечно же, хорошего настроения. Всем, конечно же, хорошего дня, хорошего вечера. Не знаю, когда смотрите. Доброй ночи, спокойной ночи. Всем, конечно же, ребят, удачи. Всем пока. Всем пока.